Гонконг является специальным административным районом Китайской Народной Республики. Роскошный и богатый город – один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Достижение успехов на мировой арене способствует и передовая система образования, применяемая в Гонконге. Гонконгская система образования является одной из самых передовых в мире, и у них принята традиционно следующая система. То есть, ребята, которым оканчивают школу, предоставляется возможность, ну, что называется, осмотреться в течение первого года. И они могут поездить по другим странам, посмотреть другие университеты, таким образом выбрать наиболее подходящий для себя университет, страну, культуру. Познакомиться с ведущим институтом нашей страны приехало 26 студентов и выпускников школы с Гонконга. Для гостей провели экскурсию по Одинцовскому кампусу МГИМО. В институте созданы все условия для комфортного проживания, а также организации досуга студентов. У нас есть очень хороший бассейн. Здесь проводятся различные соревнования по баскетболу, пинг-понгу и другим видам спорта. Он используется не только студентами, здесь также проходят городские соревнования. К нам приехали как раз по двум причинам. Ну, прежде всего, посмотреть, могут ли они учиться в нашем университете. Ну, а вы знаете, что отличительной чертой и конкурентным преимуществом МГИМО является то, что мы можем учить на английском. Что вот эта возможность, естественно, студентам, иностранцам, говорящим на английском языке, у нас учиться. Их еще интересует другой вопрос. А чему учить? Потому что они все говорят о том проекте, это не сходит с их уст, это проект One Belt One Way, то есть вот шелковая дорога, о которой все время идет речь, инфраструктура. И, естественно, Россия будет тоже участвовать в этом проекте, мы, наверное, тоже участвуем. И тоже мы заинтересованы обсудить с ними, а какие профессии нужны. В ходе студенческого обмена мнениями обсудили вопросы, которые касаются экономического и кросс-культурного взаимодействия двух стран. Ведь эффективное международное сотрудничество напрямую зависит от уровня подготовки и квалификации кадров. Гостей познакомили со специальной образовательной программой для иностранных студентов. Энджела НГ – выпускница гонконгской школы. В России впервые. Девушка интересуется классической русской культурой, оперой и архитектурой не первый год. Это отличный опыт побывать в кампусе вашего института. Так много разных спортивных сооружений в институте. Атмосфера очень живая. Дискуссия продолжилась уже в неформальной обстановке. Ребята делились мнениями об особенностях национальной культуры, специфике образовательного процесса разных стран. Возможно, кто-то из них в скором времени примет решение ближе познакомиться с Россией и продолжить обучение в нашей стране. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».